А теперь об этих и других событиях подробнее. Жителям частных домов в Аркадии угрожает опасность. Коллективный протест против незаконного строительства на побережье вызвал резкую ответную реакцию. Начался открытый террор. В дом одного из активистов бросили бутылки с зажигательной смесью. Глава многодетной семьи Василий Крещенко – самый активный из местных жителей. Его дом и выбрали для первой акции устрашения. Общественник показал места, куда неизвестные преступники бросили бутылки с горючим. Брошено прямо в дверь металлическую. Даже я не заметил, следователь заметил эту бутылку. Говорит, смотрите, четвертая еще лежит. Бутылки были замотаны скотчем, а в скотче там был текст самой угрозы, что следующее загорится. Полностью на всех бутылках это было написано. На днях состоялась встреча жителей с застройщиком. У предпринимателей потребовали документы на строительство, которых не оказалось. На том и разошлись. Доказательств связи бизнесменов с преступлением нет. Но совпадение весьма подозрительное. Работы под склоном начались весной прошлого года. Для проезда в строящийся жилой комплекс «Морская симфония» и «Аквапарк» расширяют дорогу. По проекту необходимо снять часть склона, на котором стоят частные дома. Когда земля стала обваливаться, в зданиях первого ряда пошли трещины. Сначала по заборам, а вскоре и в жилых помещениях. Городская власть дала указание застройщику возвести подпорную стену. Работу начали и бросили. Жители справедливо опасаются разрушения своих домов. Для прокладки двухполосной дороги надо срыть еще как минимум 2 метра склона. Одесситам это представляется как благоустройство. Но на установленном тут же рекламном щите с проектом подпорной стены не видно. Значит и дорога, и стоящие над ней дома могут рухнуть в море. Еще 25 января по требованию жителей сюда приезжала депутатская комиссия горсовета. Заместитель начальника городского управления ГАСКО Руслан Якименко сделал вид, будто городская власть озабочена проблемой. Нами не установлено, кто производит работы. Работы на данный момент не ведутся. Заказчиком строительства является управление дорожного хозяйства Одесского горсовета. Подрядчиком ООО «Фортуна» проверку данного объекта мы провести не можем из-за отсутствия уполномоченного лица застройщика. Она будет проводиться в дальнейшем проверка этого объекта. Чиновник солгал. Работы были остановлены за несколько минут до приезда комиссии. Представитель фирмы «Фортуна» рассказал, что все документы есть. Вопрос теперь в том, как будут развиваться события дальше. От этих бандитов можно ожидать что угодно, так как власть от этого абсолютно отошла в сторонку. Как бы нас заставляют частным образом, как говорят народы, договорником, с этими всеми фирмами договариваться. То есть сама власть полностью от этого вопроса уходит. Понятно, что безнаказанные преступники не остановятся. Снова обращаться за помощью в мэрию бесполезно. Надежды на полицию тоже мало. Наши стражи закона с бизнесом и трухановской командой ничего сделать не могут. Формально уголовное производство начато.